Продолжение следует... И я так с желанием вошел в эту индустрию. Ну, и сейчас спешу игры. Сегодня вообще по плану, то есть поговорим еще о геймдебе браузерном. Посмотрим, что под капотом браузерной игры. О фреймворках поговорим. Попишу о фреймворке некоторые и о фреймворке Phyzer.js. И постараемся в конце за минут 15-20, надеюсь, успеем, маленькую игру с мультиплеером. Ну, вкратце скажу, что мы просто возьмем примерчик и сделаем саму мультиплеерную игру из готовой, однопользовательской. Для начала еще хотел сказать, что есть такая терминология в геймдебе, и хотелось бы вас ознакомить с ней. То есть это ассеты, например, ассеты, просто обычные файлы, изображения, звуки, которые вам понадобятся для игры. Сцена, набор таких игровых объектов. То есть переходим мы по сценам. То есть начало, игра, само конец, например. Тайлмап – это, по сути, такое игровое пространство, где может игрок передвигаться. То есть может занимать целый экран, а может там несколько. То есть может передвигаться камера по этому тайлмапу, и будет, собственно, игровое действие на ней происходить. Спрайт. Это, ну, не путайтесь с CSS-спрайтами, кто вообще работал с CSS-ом. Спрайт здесь – это просто обычное изображение, которое мы потом используем в игре. То есть мы потом его передвигаем, делаем с ним какие-то манипуляции, происходит с ним работа с физикой и другое. Атлас – это уже набор изображений, слепленный в один и уже подкрепленный, собственно, каким-то обычным, если он большой, и очень сложный особенно, то это JSON-ом подкреплен, где уже написаны координаты этих изображений разнообразных. Единственное для того, чтобы ускорить загрузку. И коллизия. Эта коллизия – это, собственно, кто знает English, это просто столкновение объектов. Вообще, что такое браузерный GND? Кто из вас играл в игры вообще? Поднимите руку. Все играли. Кто играл в браузерные игры? Тоже большое количество. Почему сейчас пошел тенд, такой тренд на HTML5 игры? Ну, HTML5 Canvas, но мы просто будем сокращать к HTML5. Вообще, это мультиплатформенность. Написали один раз, все, работает везде. Это Linux, это Windows, это Mac, все, пофиг, какие подбраузеры еще. Если сбойте фреймворк, там уже, по сути, он по дефолту только разбраузерный. Естественно, это смерть головного конкурента, это Flash, который почти скопытился. И раньше, естественно, большинство игр было написано на Flash. Но сейчас еще много осталось. Кто не хочет их переписывать пока. Первое, что вам нужно, то есть, такое преимущество, это вообще не нужно скачивать никакой плагин. Просто заходите на сайт и играйте уже. А для Flash вам нужно ставить еще плагин, ставить, загружать его. То есть, как-то лень, как-то вроде бы. Flash очень плохо дружит с iOS. То есть, сейчас вообще, ну, Flash плохо дружит, HTML5 уже полностью поддерживается. Чтобы сейчас уже, например, iOS вообще не поддерживает Flash, и чтобы его запустить, нужно там танцы с бубном провести некоторые. Чтобы написать игру на HTML5, вам, наверное, просто нужно знать JS, почитать документацию по фреймворку и вперед. То есть, это намного уменьшение сложности разработки по сравнению с Flash. И производительность. И потому что игры на Flash, они на самом деле жрут много. И если вы просто банально не будете говнокодить на HTML5, то вполне ваша игрушка будет производительной. Что у нас под капотом? То есть, из чего вообще стоит браузерная игра? Первое вообще, что нужно, это у нас Asset. Вы не сможете написать игрушку без каких-то графических компонентов, или звуков. Ну, можете без звука написать даже. Но без графики точно не обойдетесь. Загружаются у нас файлы обычно через AJAX. И потом у нас, мы должны знать, когда они будут все загружены, чтобы их можно было использовать у нас в игре. Потом у нас идет анимирование объектов. То есть, на каком фрейминде сейчас находиться? То есть, мы должны поместить уже готовый Asset, уже создать игровой объект, заняться позиционированием, потом заняться анимированием свойств игровых объектов. Есть так называемые twin-анимации. Если будете читать документацию по Fizer, то узнаете о них. Есть у нас события клавиатуры и мыши, естественно. То есть, у нас клавиатура, то есть, какое у нас нажатие? Долгое, короткое. Мы должны знать об этом. Мыши, тач. Клик, тач, мульти-тач тоже поддерживается. Dragon Rob. Также поддержка геймпада, возможно, если у нас есть такие требования или желания. Дальше такой важный элемент – это физика. У нас есть игры, конечно, без физики, типа текстовые квесты, но в большинстве игр вообще нужно по данным словам физики, то есть физика. То есть, нам нужно как эта модель поведения, то есть физический движок выбрать из существующих. Это Arcade, Box2D, Matrix, еще другие. Также вам нужно, собственно, использовать этот физический движок в игре. Заниматься еще коллизиями. Например, если вы создаете шутер какой-нибудь, вам нужно знать, когда они сталкиваются и уже добавлять поведение к этим объектам. То есть, у вас какая-то пуля столкнулась с каким-то объектом, то есть, с игроком, либо уже каким-то NPC. Вам нужно обработать поведение. Это достаточно-таки трудоемкая операция. То есть, вам нужно проверять размеры, позиции объекта, то есть, сравнивать с размером позиций других объектов. Также вам нужно вообще заниматься звуками. То есть, интерактивность очень зависит от этого. И вам нужно использовать WebAudio API, то есть, и проигрывать несколько звуков одновременно с различной силой. Вам нужно фуллбэк на HTML5 и AudioTech. Ну, если WebAudio API не поддерживает, сразу скажу, что HTML5 и AudioTech, он достаточно-таки тугой. И, слава богу, появился в WebAudio API. И поддержка разных форматов. То есть, можете MP3, ODD, потому что в зависимости от браузеров. Также нам нужно направить сценами. То есть, например, вот сцена с запуском. Вот сцена с запуском, например. Нажимаете New Game, играете, и потом у вас будет какой-то результат. Я тут проиграл чувак. Дальше, в общем-то, что нам нужно для игры? Собственно, отрисовка игры. Создание канваса, мы должны помещать. Потом загруз кастов, анимирование объектов. Отслеживать клавиатуру и мышь. Проигрывать звуки. Создаем физику. То есть, используем физику, точнее. Также и управление сценами. Ну, вроде ничего сложного. Перечислили, все нормально. Но на самом деле есть. И это много. Написать все это самому, это будет достаточно трудоемко. Это вот кто писал, например, там, работал с какими-то фреймворками. Джесс, там типа Angular, Reactor. Представьте, что вам нужно написать то же самое приложение, но без фреймворка. Это просто можно застрелиться. И, естественно, сейчас с игрой мало кто пишет вообще на… Ну, так, с чистого листа, чистый канвас берем и все пишем сразу. Что делать? Действительно, не знаем вообще. То есть, это слишком много всего. И выход, юзайте фреймворк, естественно. Мир джесс все-таки. Фреймворк, он существенно упростит жизнь. Обычно фреймворк, он поддерживает уже сразу… У него набор физики есть. То есть, он уже внесет в себе из коробки набор физических движков. Также другие плюшки, которые я потом расскажу. Вообще, какие есть фреймворки для создания игр. То есть, это 2D фреймворки и 3D фреймворки. 2D – это, естественно, Fizer.js. Это, наверное, самое лучшее решение для 2D игры. Есть еще Babylon.js, White Storm, Play Canvas. Например, в Babylon.js есть такой пример. Кто заходил на сайт Xbox? Выбирали этот контроллер? То есть, можно там 3D смотрите, там размеры, то есть, цвета разных элементов контроллера этого для Xbox. И можете выбирать его. Это написано на Babylon.js тоже, как пример. Fizer.js. Сегодня будем писать игрушку и будем писать игрушку в 2D, потому что 3D это очень долго будет. И Fizer.js – это единственное лучшее решение для 2D игры. Почему это лучшее решение? Ну, как Fizer – это быстрый, бесплатный, веселенький фреймворк, опенсорсный, что немаловажно, для того, чтобы могли делать десктопные мобильные игры на десктопе мобайл. Это используют в Pixie.js, это рендеринг, движок для рендеринга, для того, чтобы быстренько использовать Canvas или WebGL. Canvas используется больше для таких стареньких браузера. В WebGL он пошустрее, но используется в последних только. Что вообще Fizer.js умеет из коробки? Умеет использовать WebGL. Он автоматически может определять, если браузер не поддерживает WebGL, то он фоллбэк будет на Canvas. Либо, если поддерживает, естественно, WebGL дает приоритет. Можете это настраивать самому. То есть только Canvas, либо только WebGL. Встроенные прилоды развитов. То есть вы тупо даете инструкции, загружаем изображение, все. Потом в следующем цикле, когда будем создавать игровые объекты, все на это будет готово. Изображение, звуки, в коде это увидим. Можно выбирать физический движок из существующих. Вот я указал на предыдущем слайде, где они там были. Вот Arcade, Box2D, Meta.js. Они идут уже готовы. То есть они отдельно можете поставить, посмотреть их. Но в Faze.js вы уже их просто указываете в настройках, какой движок вы хотите использовать. Легкая работа с инпутом. То есть клавиатура, мышь, геймпад. Вам не нужно писать поведение под разные, под поведение мышки, тачи, мультитачи. Это действительно вообще тяжко на самом деле. И фреймворк это делает. Ой, тут точь и пятка. Не смотрите. Вообще, почему вообще HTML5 это вообще круто? Не только там без перечисленных преимуществ, потому что можно делать игры под мобайл. Флэш этого не умеет вообще. И можно подгонять размер игры под различные девайсы. То есть сделать все как-то очень… Под планшетом будет одно расположение игровых объектов. Под мобайл другое, под дестоп третье. И это очень удобно. Просто работа с воспроизведением звука. Действительно, просто пишите гейм-аудио-плей, указывайте, хотим мы там залупить звук, то есть полностью проиграть все время. Стопить можете спокойно, указывать громкость. Это все очень просто. Система плагинов в фазе RGS она встроенная. То есть можете там написать свой, используя существующий бесплатно, или купить его. Это очень тоже удобно, если вам хотите сократить время. Встроенная система анимации TWIN. Это вообще-таки просто берете свойства объекта, например, позиционирование по X, и просто анимируете его. Тайл мапы, то есть будет у нас такая карта, карта может быть в вашей игре, где будет передвигаться игрок. Работа с камерой по тайл мапу, и, конечно, много чего другого. Ну что ж, давайте будем что-нибудь писать. Наверное, начнем вообще. То есть что мы хотим написать? Мы возьмем пример игры. Вот, например, Invaders. О, она уже есть. Вот. То есть в Fizer Examples берете игрушку, берем, возьмем игрушку, и немножко ее перепишем, чтобы она была мультиплеерной на двух игроков. То есть вместо вот этих пришельцев у нас будет еще один вот такой вот игрок, и под него мы дадим еще другое управление. То есть можно два человека с одним компьютером играть, и между собой тут стреляться. Ну, страница-то уложится в 15 минут. Если что, у нас в Fallback, уже написал ее. Так, что вообще, из чего состоит? Так, сейчас, по-моему, давайте я войду. Вот так. Всем видно? Нормально. Из чего? Нормально. Задние ряды видно? Ну, так будет. Из чего вообще начинается любая игра на Fizer. Это вот такая инструкция. Zoom Instance New Fizer Game. Здесь указываем ширину игры, высоту. Используем здесь, может быть, Fizer либо Auto, либо Canvas, либо WebGL. Мы будем использовать просто Auto. Не будем заморачиваться. Fizer Example это просто… Сейчас еще раз измельчим. Вот у нас есть HTML-страничка, ID-шник, то есть DIV с ID-шниками. Туда будем пихнем наш Canvas. Три цикла главных вообще. В каждой сцене вообще по всей игре есть главных таких методов. Это Preload, Create и Update. Что они делают? Preload у нас, как видите, занимается загрузкой. Загрузкой наших ассетов, типа изображения. Sprite Shit – это набор изображений, из которых может состоять анимация. И сегодня тут добавим звуки. В примере нет звуков, но мы их добавим. Это не будет очень сложно, поверьте. Create – он создает вообще игровые объекты. На нашем Canvas'е создаем инструкции, куда поместить, где они будут находиться. Размеры можем указать, то есть как-то скейлить их. И цикл такой Update. Update у нас следит вообще за любыми изменениями в игре. То есть это можем отслеживать нажатие клавиш, touch. По сути обычно используется для отслеживания input. В апдейте самое главное не делайте тяжелых вычислений, потому что вас просто это очень сильно зааффектит производительность игры. Для начала, что мы хотим сделать, то есть как сказал, то есть будем делать двух игроков. И нам нужно будет для начала убрать от этих пришельцев. То есть они не нужны, по сути, будут. Ассеты у нас убираем, например, вот GameLot. EnemyBullet. Там не понадобится. Сейчас он нам руганется, то есть я уверен, то есть потом файзер руганется, что у нас нет вообще этих ассетов. Инвейдер нам не понадобится тоже. StartField, Ship, Program. Все. Вот эти ассеты, которые нам понадобятся, этот must-have. А сейчас то, что будет без асс, это вот вы увидите. Вот такие квадратики. Нет сейчас. Так, нет, нет, нет. У меня онлайн-версия. А, тагин, да. А, сейчас. Сейчас открою. Это не так. Перепутал, малеха. В OpenServer запихнул. Вообще для того, чтобы использовать звуки в игре, вам нужно использовать сервер, потому что у вас не загрузятся звуки. Сейчас уберем. Ставим болит. Enemy болит уберем. Инвейдер уберем. Става филд, бэкграунд. Все. Это OpenServer просто использую, поэтому такой вот доменчик. Ну вот, видите, то есть нету. У нас ассетов и так ругается. Ну как, сейчас в консоли увидите, что в файзер кэш не загрузился у нас изображение. Ну вот, видите, предупрежение кидает. Ну, нам нужно еще выбрать игровые объекты. Переходим вообще к методу create. Здесь сначала вообще запускается система, то есть физический движок. Выбрали здесь аркад. Ну, можно другой выбрать. Ну, выбрал аркада. Става филд, вот, например, добавляется бэкграунд. Тайл спрайт. В данном случае мы не передвигаемся по этому. То есть у нас передвигание идет, передвижение идет бэкграунда. Тайл спрайт. Чисто вот карту добавили. Тайл спрайт. Бэкграунд все. Добавляем группу. Группа игровых объектов. Почему вообще вот здесь такая добавилась фишка, как группа объектов? Ну, нужно как-то обычно, вот, собственно, опыта скажу, что группа используется как синоним компонента игрового. То есть нам в этом компоненте могут находиться разные игровые объекты, типа вот спрайта, могут разнообразные игровые объекты. Чтобы ими как-то вместе управлять, они на каждый, на каждый менять свойства. Это очень затратно вообще будет и в коде, и по ресурсам. Поэтому и такая фича, как группы. Всем пулем у нас enable body, то есть для физики. Это нужно, чтобы можно было столкновение предусмотреть. И physics body type. Сюда указан аркад. И создается несколько сразу пуль. Почему несколько? Здесь это для того, чтобы не создавать это в цикле update, чтобы это не заэффектило производительность. Поэтому сразу создали несколько пуль, потом их просто реюзаем. Set all, он для группы используется, чтобы какое-то свойство поменять. Здесь encore. Encore для того, чтобы отцентрировать. Например, у нас есть, поместился у нас элемент один, и если будем его вращать, он будет вот так. Вот здесь будет ось его. А мы encore помещаем вот на середину, и он вращается вот так. Ось смещается. Для примера. The hero, вот, например, даже в комментах указано. То есть создадим игрока. Мы просто здесь с копипастем создаем второго игрока. Score, leaves. Пока не смотрите в код, просто по комментам смотрите, либо по названию переменных. Text и text тоже. Это, я вам скажу, что это для того, чтобы в цикле создать вот эти lives. И чтобы мы могли смотря, отслеживать вообще, сколько жизни у нас осталось. Вот, геймлвер, видите, меня попали. Explosions. Мы создаем анимацию. Какой бум. Вот это такое взрывание. Вот это, видели? Сейчас мне попадет пуля тут. Вот, бах. Анимация пошла. Здесь у нас пошло... Так, это я создал. Не нужно. То есть понадобится потом. Например, вот здесь добавляем контролы. То есть, чтобы отслеживать какие-то какое-то нажатие кнопки. Здесь гейм, это вообще... Ну, и instance, input, он отвечает вообще за все... Всю работу с input-ом keyboard и create-cursor keys. Он, например, создает нам ключи для того, чтобы могли вот эти главные стрелочки управлять, отслеживать нажатие, работу с этими стрелочками. Ну, под шифтом. Вот. И тоже ключ добавляем у нас fire button. Например, это у нас в данном случае space bar. И при нажатии, то есть там fire button, например, там он down, например. Вот fire button on down. Сейчас. и там какой-то callback. И там мы слежим, то есть уже поведение. Вот. В данном случае у нас функция create-alliance. Тоже ее, наверное, уберем. Так, она здесь у нас вроде бы убрана уже. Да, у нас уже create-alliance убрана. она вообще нам не нужна. Удаляем ее. Стопин вейдер. Тоже нам не понадобится. Update. StarField tile position. Тоже мы будем находиться, как бы, можно убрать здесь это передвижение, вот это. То есть у нас, эта функция update, она вызывается очень-очень-очень много раз. Например, сейчас мы просто передвигаем вот этот наш background. Типа, у нас тут такая иллюзия движения происходит. Нужно ее убрать, вот, например, закомментить. И в данном случае не будет передвигаться вот этот background. Сейчас. Cash. Давай. Сейчас. Это desktop game. Сейчас create-alliance уберем. Сейчас. Вот. Теперь путаю. Там у меня еще денис нас открылся. Вот. Все. Не двигается. Так, убрали мы aliens. Все. И теперь будем создавать второго игрока. Второй игрок у нас, по сути, давайте скопипастим, не будем создавать никаких генераторов, у нас 15 минут только есть. Player 2, Player 2, Player 2. Судим еще переменную, чтобы, ну, в глобальном власти видимости все храним. Не смотрим на это. Так. На том же создали мы... Сейчас закрою нафиг, чтобы не путаться. Так, где у нас этот наш плеер? Вот, Player 2. Так, видите, у нас одинаковая у них позиция. То есть, я сейчас поменяю. Вот, спрятался за ним. Нам нужно его где-то вот сюда поместить, где-то наверх, и повернуть. И повернуть. его. Плеер angle, наверное. To angle 180. А, да. Спасибо. Вот, повернули. Анкор поставим, чтобы по середине была ось. И добавляем физику для этого игрового объекта. Давайте еще вот этот немножко вниз его поместим. А этот все-таки немножко выше. По Y. А этот тоже. Вниз немножко их передвинем, чтобы сюда оно не залазило. А здесь, чтобы было больше между ними пространства. Aliens удаляем. Не нужны наши друзья. Так. Черный экран, еще ошибка какая-то. Консолька у нас. Смотрим у нас. Enemy Bullet for each alive. Enemy Fires. 244. Смотрим консольку. Если когда мы удаляем какие-то игровые объекты, то есть из-за чего-то избавляемся, у нас будут вылезать ошибки. И от них просто избавляемся. Функция Enemy Fires. Смотрим, где-то она запускается у нас. Все, удаляем ее. Ну, комментим вообще. Все. Где у нас больше ее нет? Нет. Все. Ошибки быть не должно. Все. Ошибки нет. Еще здесь тоже ругаются где-то имечки Enemy Bullet. Enemy Bullet. Где-то хочет тоже использовать пулю для врага. Вот. Копипастим это в буфер и ищем. Блин. Нет у нас не балует. Сейчас. Я нажал Ctrl. Ну, ну, ладно. Где-то не хочет находить нам. Нам нужно добавить еще контролы для вот этого игрока. Давайте добавим их. То есть, у нас здесь используется Space для того, чтобы стрелять. Но я предлагаю сделать стандартный VSD и Space использовать для другого игрока. И A и D, то есть, как вы SD играете, используя уже для плеера номер 2 стрелочки. И вот на нампаде 0 использовать для того, чтобы стрелял первый игрок. ой, сейчас. Так, у нас controls. Сейчас создадим. Вот, add some controls. Создаем FireButton. FireButton, наверное, сделаем давайте один для первого игрока. FireButton. Ну, пусть оставим, чтобы не было. зачем мы будем париться. FireButton 2. Это PlayerKeyboard. Там вроде бы по памяти, помню, это вроде нам pad 0. Потом использовать и left. Нужно, чтобы налево было VSD. Это GameInput Keyboard. Добавляем ключ. Тот же самый метод используем, только здесь будет просто A. И вправо, чтобы у нас второй игрок двигался, добавляем просто кнопочку D. Где у нас идет отслеживание их? Например, FireButton находится вроде в цикле update. Вот, нашли у нас FireButton. Будет FireButton Down. То есть если мы нажали и держим, будет у нас происходить запуск пуль наших. Добавлен для второго игрока. FireButton 2. Только в FireBullet у нас будет другая функция. 2 пусть будет у нас FireBullet. Вот. FireBullet 2. Player 2. Берем FireBullet by Velocity. Velocity это в физике у нас передвижение идет. И по Y если у нас игрок сейчас покажу по Y у нас будет он как бы идти наверх по минусу. Нам нужно чтобы отсюда и шла пуля вниз. Прямо вниз. Убираем минус и все. Так. Ну давайте протестим. Есть. Нет ошибок. А ну. Вот. Есть. Есть. Когда как-то что-то сзади там стреляется. Мне это не нравится. Ну ладно. Поставим так. Это можно легко исправить. Например позиция там по Y сделаем 24. О. Все. Нормально. Теперь мне нравится. Так. Firewallet. И добавим еще естественно передвижение. Так. Передвижение у нас для игрока. То есть передвижение физика есть, но нам нужно как-то ловить нажатие клавиш и чтобы передвигался второй игрок. Где у нас идет апдейт. то есть ну как я сказал уже перед отслеживанием вообще нажатий кнопок идет функция апдейт. Вот она. Вот. И в player alive. То есть если у нас естественно игрок жив то есть первый тогда можно использовать если он мертв конечно нет. И добавим точно такое же. Извините за копипаспорт 15 минут. player 2 alive player 2 velocity player body player 2 body higher body 2 Еще одна функция там осталась. Нужно убрать. И курсорс. Здесь курсорс это вот эти стрелочки. Нам нужно естественно сделать там в пруде перемены какая была. Так это у нас 177. Left vsd вроде бы и right. Вот right вот как раз left и right vsd. Ну да копипастим их и вставляем туда. Если же нажать уже этих клавиш. Так сейчас вот вот left vsd и right vsd. vsd. А ну протестим. Должно работать. Да. Вот. Передвигаемся стреляем. сейчас заметить что блин стреляем и что-то вообще ничего не происходит. Почему? Потому что у нас собственно необработанные коллизии. То есть у нас столкновение этих объектов и мы их обработаем. Для начала давайте добавим еще жизни для второго игрока. То есть жизнь для первого игрока. Мы их передвинем сюда и добавим жизнь для второго игрока. Они будут здесь. вот. И сейчас lives у нас группы это вообще группа у нас объектов и мы давайте сделаем еще lives 2 оставим их здесь в первой группе первую группу мы сдвинем. То есть мы после скопипастили у нас будет такой же объект но первой группой мы просто сдвинем сюда. Это фазер это gameworld width это ширина вот этого нашего канваса. Если у вас style map и у вас камера огромное проигровое пространство это будет считать width всего этого игрового пространства. Но у нас это вообще просто размер этого канваса поэтому не заморачиваемся используем вот это. И по x тоже те же самые координаты по y нам нужно их поменять вот здесь и там высота это 600 а здесь пусть будет сейчас пристреляемся. высоко вот так пойдет и добавим кораблики вот эти давайте коммен добавлю create lives icons вот что вам было понятно форм чисто добавляем ship to пусть будет так здесь вот так просто вор lives create world width lives to здесь мы должны добавить что-то за метод create вот это что-то lives to группа у нас группа элементов и вы группе можете добавлять именно сразу вставлять в эту группу какой-то объект игровой ну то есть спрайт в данном случае тоже позиционирование вот это вот этот параметр позиционирования вот это у нас по x это по y это у нас ключ этого объекта который мы загрузили то есть этого асета и здесь мы lives to у нас будет так и мы опять же передвигаем вот эти первые у нас кораблики вот эти мы передвинем сюда здесь уже мы добавили еще раз то же самое то есть элементы налаживаются друг на друга мы ничего не видим сейчас мы передвинем их по y 500 это 500 будет немножко больше вот скопировали и сделали еще вот так немножко ниже пойдет все теперь мы должны еще обработать сейчас коллизии чтобы у нас собственно при столкновении у нас какая-то жизнь пропадала у какого-то игрока вот можно же два могут играть вот вот переходим к коллизиям столкновением объектов наших create aliens нужно убрать stop invader пусть останется пока так update идет run collision вот идет фазеру если зайдете на сайт фазера там будут примеры то есть вам обычно это все будет подкрепляться комментарием заходите в документацию то есть есть фазере отличная штука документация советую читать если будете писать на нем фазер и вы почитайте документацию если вам будет интересно вот и примерчики там есть переходим коллизиям так у нас fix arcad overlap это вообще отвечает за то есть у нас идет физический движок он говорит там все есть коллизия мы должны как-то обработать если хотим естественно вот bullets aliens сейчас мы уберем вот здесь коллизию bullets aliens нам нужно два случая у нас будет коллизии то есть когда у нас первый игрок стреляет во второго и когда пуля у второго игрока собственно наоборот пуляет в первого попадает в первом случае это если первый игрок игрок попадает во второго просто балец и player2 вот эти аргументы они отвечают за игровые объекты которые собственно между собой сталкиваются то есть например пули то есть сталкиваются со вторым игроком вот это коллбэк который мы будем использовать для того чтобы хендлить как-то вот это все действие и блин player2 two hits one например и добавим эту функцию но функция у нас будет такая тоже с копипассами с другого с другой функции вот player и bullet у нас такая функция enemy fires то есть когда у нас враг попадает в нашего игрока возьмем поведение из нее то есть у нас берем первую собственно пулю и из нашей очереди ну сейчас скрипасимся сразу а потом уже совсем разберемся все у нас на времени осталось знаете хорошо блин так enemy bullet это у нас берем bullet two bullets two и берем первую вот ну мы не добавили вообще балл и стоим сюда копипастями просто у нас другая группа люблю соблайн за эту штучку вот что не ну мы здесь должны из разных из разных групп просто генерируется сразу несколько и мы должны уже с той группой использовать и так ну мы же коллизию для твоего снаряда и тебя же не обработали ничего не будет да так aliens for each life это у нас для вот этого убираем это тоже нам не нужно так сейчас 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 так давайте посмотрим что у нас сделано и сразу сквозь у нас времени мало геймдан короче есть сразу даже lives two вот player one hits two вот собственно у нас идет bullet kill сначала то есть мы убиваем нашу кнопку чтобы она вообще не то есть не кнопку пулю не использовалась life берем жизнь тоже все-таки может так наоборот то есть когда у нас первый игрок попадает во второго то есть мы берем из жизни вот этих это это группа этих графических элементов игровых объектов и берем первый короче живой то есть если у нас там первый живой это там третий то он будет третий если у нас только два санта второй будет брать и так дальше вот и если у нас есть вообще элементы то есть живые то есть то мы убиваем а потом обработаем если у нас нету их то потом убивается игрок 2 и пули второго игрока тоже все убиваются ну и еще создаем у нас explosion взрыв берем у нас из уже созданных взрывов берем первый explosion reset мы просто ставим уже его позицию и собственно запускаем эту запускаем эту анимацию анимацию мы уже загрузили анимацию загружается с помощью game load sprite sheet собственно тоже как и image только здесь с некоторыми отличиями sprite sheet у нас если он огромный то есть мы добавим сюда json и тоже указываем потом еще в параметрах json там будет get from json будет другой метод но в данном случае это у нас очень простой простой спрошит и нам просто вот по находятся четыре элемента и мы просто берем ключ создаем позицию то есть путь к этому изображению и вот размеры размеры идут каждого этого элемента то есть ряд идет четыре изображения мы берем каждый из них там ширина и высота просто 128 берем каждый из них и фазер уже сам умеет это все хендлить и он уже создал нам анимацию вот эту ну то есть ему нужно просто запустить так enemy так player to так ballets to у нас есть все должно быть все вот ошибочка чел какого чёрта не было условия ну вот player2 is not defined player2 давайте сейчас с копипайсом там просто методы поменял название и забыл об этом а здесь просто поменяем на название нашей функции будет здорово так это у нас тоже так player2 если он живой то мы запускаем демокризию в которой мы ballets to так это player2 alive player2 hits one а здесь мы так player2 живой так и player1 hits2 тоже там сегодня функция прошла бы она была чтобы она не было ошибки так и все пусть просто будет опять ошибка player2 hits1 is not defined game184 да ну вот есть а вот player1 player1 hits2 так и для первого игрока player1 hits2 есть давайте показать о есть и так а ну вот раз два и три вот сделали вот что у нас произошло произошло убили кнопку убили жизнь одну запустили у нас взрыв и если у нас не осталось жизни то есть убиваем второго игрока убираем убиваем все его пули если они не выпущены и говорим игрок 2 ты проиграл вот и добавляем еще на клик у нас будет рестарт только сейчас пока не работает мы заставим его работать не волнуйтесь то же самое вообще просто берем копипастинг для второго игрока то есть для второго игрока player2 hits1 сейчас сюда передаются те же собственно параметры которые мы указали в обработке коллизии вот вот это и вот это это все передалось туда вот player2 hits1 то есть bullet который мы собственно указали в параметрах убиваем ее берем lives просто то есть это первого игрока то же самое производим то что было там только меняем некоторые здесь переменные чисто и все player1 game over ну вроде должно быть уже а теперь будем типа вторым игроком да-да-да само действие пошло так это не то у нас нужно было два раза пули так и на numpad сейчас оно на numpad у нас player2 alive firebaton2 fireballet2 сейчас 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 вот bullies2 сейчас использую вот здесь вот 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 все и сейчас он должен попасть сейчас попади а коллизия не обработана коллизия не обработана fireballet балет 2 сейчас наверное где-то забыли player1 hit play2 hits one где у нас а точно сейчас у нас второй игрок player1 hit two не player2 а здесь player2 все а ну сейчас должно сработать а не я уже скопипасил туда уже fireballet крышет хендлер player2 hits one так player2 вот идет live live палец player2 вот сейчас live2 вот забыли все просто просто перемену поменять а у нас здесь кешируется коллизия должна быть балец балец нет это у нас вообще не должна быть у нас в хендере коллизия это player2 хэсваны player1 хэсваны хэсвэн и выше тоже у тебя будет видишь будет будет еще выше здесь будет а будет спасибо а так только здесь мы поменяли а ну а здесь вот видите баг сейчас исправим извините так player2 hits one lives2 lives2 lives create и lives create сейчас сейчас да в обработчике сейчас нужно набрать lives2 get first alive live kill lives2 сейчас тоже это уберем у нас мусор ненужный one hits two fireball two player1 hits two lives2 так get first alive сейчас идет раз lives2 должно набраться player2 hits one сейчас да lives сейчас нужно для первой игрока у нас она здесь внизу вот сейчас функции create мы создали их lives у нас она внизу да вот это подожди ну lives это она внизу видишь по иксу 500 здесь вот вторая а мы просто там в виде lives 2 поставили сейчас вот и там lives 2 а там должно быть просто lives наверное а здесь тоже lives вот ну в принципе она уже достаточно играбельная можно сказать раз два три четыре все играть можно сколько прошло минут 15-20 где-то да больше может но есть предложение давайте добавим звуки это будет быстро что у меня с нота будет слышно я громкость поставлю сейчас я не буду привязываться звуки поэтому просите ребят реально вообще в данном случае мы сделали как бы мультиплеер да вот и в примере у нас есть игра для одного то есть чисто синглплеер и я предлагаю естественно этот код есть он уже готовый на гитхабе сейчас и я предлагаю кому-то кто захочет зайти на гитхаб и сделать выбор либо синглплеера либо мультиплеер кто выиграет там чашечку от меня получит это кто захочет ссылочку будет ссылочка в конце на мой гитхаб там зайдете вообще о коде вообще о том как вообще билдиться естественно ну так никто не писает все игры то есть если на из пятого так просто без ничего в enterprise вообще то есть если мы что-то заказчику готовим то естественно мы используем какие-то тулзы для билда на из шестом пишем на тайпскрипте билдили ну на вебпаке обычно если это из с шестым работаем точно вебпаке используем разные нпм пакеты галп грант очень мне понравилось в работе с файзером тайпскрипт очень удобно было и текстурпакер это такая ну это вообще такая прога она собирает вам атласы то есть вы берете несколько изображений кидаете все на одно и он вам собирает уже готовый атлас изображения где будет очень много этих слепок делает и уже джейсон создает базовая версия она бесплатная там есть еще некоторые фичи там уже придется покупать но можете уже использовать ее сразу же то есть бесплатная версия полезные материалы еще для файзера это естественно в сайт самого файзера там документация и примеры есть если будете начинать вообще писать какую-то игру то вам вы не обойдетесь ни без первого точно ни без второго потому что на примерах обычно вы видите уже что-то написано и уже могут это как-то уже использовать чтобы что-то свое написать как мы сделали здесь форум HTML5 геймдевс 80% случаев если у вас какая-то проблема то обычно она уже решена на этом форуме ну и естественно мы пишем на JS и материалы поджесом могут быть полезны если у кого нет такого опыта то сюда либо там другие ресурсы для изучения JS ну и всем спасибо за внимание если у кого-то эти какие-то вопросы задавайте open server поставил можно вы можете использовать любой сервер там нодовский какой-нибудь но я у меня уже есть здесь open server я просто его заиспользовал и все повторите вопрос да можете использовать и его да конечно по количеству проекта вообще е6 но недавно вот последний проект я работаю на TypeScript и честно я наслаждаюсь ему вообще намного меньше проблем стало с ним но большинство проектов естественно е6 потому что TypeScript ну надо еще учить некоторым людям то есть сразу когда входишь то есть в паровхождение немножко выше чем обычно не от 6 вот ну что решили то используют вообще есть еще вопрос смотря какой движок физически ты выберешь если это аркада то там обычно прямоугольный зависит от физического движка который ты выберешь если ты выберешь в данном случае это аркад и там обычно с прямоугольными элементами работает но если ты выберешь другой типа matter.js давайте зайдем вообще на сайте по matter.js там вот вот тоже 2D-шный движок вот прямо здесь на примере вроде бы вот видите можете использовать вот этот движок тоже в фазере и здесь прямоугольные и круглые элементы то есть чисто от движка зависит еще вопросы да фазер по сути это вообще канвас который находится вот этот объект фазеровский инстанс игры спокойно можете использовать у нас не обходится без взаимодействия серверной частью это аякс и вебсокет если у вас такая живая игра например там был пример такой еще видел mortal kombat на фазере чуваки можно использовать просто на клавиатуре есть мультиплеер чисто с разных компьютеров там используется сервак мультиплеер вполне можете использовать для взаимодействия любой инструмент вы можете сам сами транспорты написать подаякс можете вообще даже декори использовать либо там что другое то есть здесь ничем не ограничено абсолютно ничем да защищаются от чипера который он свой обработчик делает есть какие-то методики вообще мы весь код минифицируем и обычно после минификации что-то добавляет очень проблематично особенно после того как все переменные они сокращаются ты ничего не понимаешь что то есть это нам на продакшне естественно мы все минифицируем и тогда ничего нельзя будет сделать ни разу ну мы делаем вообще по казино игры то есть у кого там было может там проблемы с доступом к казино я не делаю мы другим делаем там нам британцы матерятся они так ну там обычно ну такие проблем не было у нас никаких прецедентов не было обычно так как у нас это именно данные больше именно прецедентов может быть по данным но это уже к бакенщикам претензии могут быть какие-то по фронтенду мы делаем все максимально так что на бакенде стараемся такие чисто такие данные которые могут быть опасны все это на сироке обрабатывать да это чисто фронтен то есть все будет проблем нет еще вопросы есть да юнити забыл кстати сказать о юнити естественно ну я не использовал юнити но вот у нас там разговаривал с людьми юнити использую там для обычно для 3d таких очень тяжелых таких игр очень сильно классных спокойно можете использовать единственное что минус естественно это уже для заказчика то есть там если он делает игру там коммерческую то есть деньги получать то прибыль будет намного меньше потому что нужно будет делиться с разработчиками юнити в этом проблема поэтому собственно фреймворки типа фазер джайс и вавилон джайс растут из-за этого еще нет ну что ж спасибо 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 Спасибо.